Чемпионат мира по хоккею 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 что вот такой результат покажешь, индивидуальный именно. Думал об этом или старался просто как выступлю, так выступлю? Ну, я старался просто отдаваться по максимуму в каждой игре, в каждой смене, потому что знал, что тренер на меня рассчитывает и доверяет мне. Просто хотел показать свой лучший хоккей и, наверное, быть максимально полезным. Что сказали, кто самым первым поздравил из Хабаровского края? Был ли какой-то звонок или кто-то на месте там болел, подошел на радости? Ну, приходили смс-ки, но первое время я не отвечал, потому что мы все равно поразновали, наверное, радовались сначала всей командой. Потом я позвонил своим родителям и первый звонок, наверное, был от своего тренера Сергея Ивановича Курмеша, который поблагодарил меня за свою игру и за то, что так все хорошо случилось. И я рад, что это был он. С Сергеем Ивановичем вообще часто поддержите отношения? Это ведь действительно тот человек, которого и жить приходилось, и который, ну, буквально, фактически сотворил, один из тех, кто сотворил Сергея Плотникова, кто дал ему путевку в жизнь? Ну, честно скажу, не часто, но периодически в сезоне мы созваниваемся, и он спрашивает, как у меня дела, как игра, как там тренера, команда, так по чуть-чуть интересуется. Ну, есть вообще какие-то особые слова для тем людям, которые позволили взрослеть? Да, я очень благодарен, конечно, Дисуша, Амур, потому что они воспитали меня. Я вышел из этой школы благодарен, опять же, Сергею Ивановичу Курмешу очень сильно, благодарен тем тренерам, которые взяли меня здесь в первую команду, дали мне шанс показать себя. Ну, и также я, конечно, благодарен Ярославскому Локомотиву за ту возможность реализовать себя. Наверное, отдельное спасибо за это Яковлеву, президенту клуба. Ну, а все-таки, что касается выступления за Хабаровский Амур, вот можно сказать, что тогда этот Сергей Плотников был несколько иным игроком, в плане моральном каком-то, в плане, ну, по уму даже, то есть еще молодой, может быть, какой-то легкомысленно, ведь были достаточно непростые отношения с Хану Йортика, который все время говорил, что Плотников очень талантливый и перспективный игрок, но ему нужно всегда работать над дисциплиной. Ну, и вообще, как думаешь, Финн все-таки предвзятое было у него отношение, или это действительно были дисциплинарные меры, которые позволили стать тем Плотниковым, который есть сейчас? Ну, скажу так, что это очень хороший специалист, в любом случае, ну, конечно, он мне много дал в плане психологии, потому что я стал устойчивее, и, ну, конечно, не секрет, да, у меня были проблемы, наверное, с какой-то психологией, наверное, я очень много, наверное, раздражался и психовал, ну, сейчас это, наверное, в прошлом, потому что я стал более умнее и стал себя контролировать. Так или иначе, перейдя именно в «Локомотив», по-полностью уже раскрылся, благодаря чему попал в состав сборной. Вот можно, да, сказать, что это уже определенный был этап взросления? Ну, да, это, думаю, не сразу, конечно. Я думаю, что как раз с Хану Йортика в третьем сезоне своем я стал уже, наверное, больше себя контролировать, хоть и, конечно, он меня ругал за какие-то удаления. Когда перешел в «Локомотив», там стал осознавать еще больше, что мне нужно, наверное, как-то сдерживать свои эмоции и контролировать их ради команды, наверное, и ради себя тоже, чтобы потом не сидеть на скамейке. Это был определенный опыт, можно так сказать? Вы имеете в виду Хану Йортика? Да, Хану Йортика. Да, это определенный и очень хороший и полезный опыт. Ну, и все мы ждали, когда увидели, что Плотников входит в состав расширенный, в состав сборной России, что выступишь в Олимпийских играх в Сочи. Не вышло. Вот есть сожаления по этому поводу? Нет, сожаления нет. Я думаю, что что-нибудь делается все к лучшему. Поэтому так получилось, что я попал на чемпионат мира и попал в первое звено. И я думаю, может быть, если я сыграл на Олимпиаде, такого бы не было. А как думаешь, вот если бы сейчас вот эта заряженная на победу сборная вот этим составом, вот с этим тренером выступила бы в Олимпийских играх, сколько были бы великие шансы на победу? Ну, честно говоря, что они были бы очень велики, потому что мы были коллективом, были командой, и у нас был дух победителя. И с нами было тяжело соперничать, потому что мы могли играть и в прессинг, и могли играть от обороны, и играть все вместе друг за друга. И такие команды, как на этом чемпионате мира была Россия, всегда побеждают. И после вот этой победы многие заговорили о Плотникове как о топовом игроке. Наверняка, и скауты какой-то интерес проявляют из клуба, из НХЛ. Вообще, кто-то уже звонили или что-то там какие-то... Были предложения? Ну, со мной, конечно же, не связывается. Связывается с моим агентом. И как бы нету конкретных предложений, потому что со мной нельзя разговаривать, так как у меня контракт с Ярославским локомотивом. Просто есть интерес, спрашивают, когда заканчивается, что собираюсь потом делать. Ну, ничего такого особенного, просто интерес. Ну, интерес интересом, но наверняка было бы и самому интересно попробовать в НХЛ. Ну, пускай не сейчас, а через пару лет, когда самый расцвет такой пойдет. Ну, как говорится, когда закончим контракт, тогда и будем думать. Сейчас рано об этом говорить. И как-то, наверное, будет некрасиво перед болельщиками Ярославля и с самим руководством. Ну, а пока ты дома, уже наверняка с друзьями со многими встретился, с бывшими партнерами по Амуру-2, по Амурским Тиграм. И, может быть, на рыбалку уже съездил. Чем вообще здесь занимаешься? Ну, съездить никуда не успел, пока пытаюсь уделить время тем людям, которые за меня болели. Своим близким, друзьям, жене, просто, наверное, каким-то знакомым и людям, которые просто встречаю на улице. И стараюсь как бы не отказывать давать интервью, чтобы, если народу интересно, то, о чем я говорю, почему нет. Ну, тебя многие ждали, когда мы знали день, когда ты прилетишь, созванивались. Но сказал, что не скажешь, когда, собственно говоря, дату прилета знали. Но вот именно время прилета никто не знал. И пришлось утром караулили, чуть позже караулили. И в обед только лишь прилетел, причем вышел не с того выхода, с которого ждали. Почему так? А ты устал от внимания? Ну, наверное, был просто, это не тот день, когда мне хотелось бы говорить. Я хотел просто уже прийти к себе домой и, наверное, просто побыть одному, отдохнуть. И поэтому вот именно сейчас я уделяю это время вам и всем журналистам, чтобы они думали обо мне плохо. Просто в тот момент я не хотел общаться. Ну, и в тот момент не вышло не общаться, встретили как положено. Ну, и одним из тех, кто встречал, одной из них была жена. Ну, а сколько была вот эта встреча после разлуки такой? Ну, разлуки так таковой не было, потому что она была со мной в Минске. Поддерживала меня. Были, наверное, какие-то рукопожатия от своих друзей, которых я давно не видел. И был счастлив, рад видеть. А с женой давно вообще вместе? Живем, наверное, уже пять лет вместе. А женатый год. О детях подумываете? Ну, подумаем, но я думаю, что это между нами будет. Видел, что уже здесь, в Хабаровске, приходил поздравить финалистов чемпионата города среди любителей. А сам сейчас на лед не выходишь, травма. Уже операцию, да, насколько мне стало ясно, сделали? Да. Как себя чувствуешь? Ну, там отлично себя чувствую. Я сразу же улетел после чемпионата на операцию. Сделали операцию, все хорошо. Я сразу пошел без костылей. Сейчас, в принципе, просто время нужно для восстановления, и все будет хорошо. Ну, и вот скоро уже начнется основной этап подготовки чемпионата континентальной хоккейной лиги. То есть, фактически, все заново сейчас нужно начинать, но и марку при этом держать. Да, я об этом думал, и знаю, что теперь, наверное, вдвойне надо доказывать, что это было не просто так, что все-таки я хороший игрок, и я буду делать для этого все. Ну, и мы говорили уже о родителях. Уже с ними виделся или еще не было возможности? Сюрприз, наверное, готовишь только, да. Еще не виделся с родителями. Думаю, вижу, когда, наверное, повезу Кубок Комсомольск. Надеюсь, что это все-таки произойдет. И тогда увижу, пообщаюсь, хочу их уже увидеть, потому что давно не видел. К Кубку мы сейчас еще чуть позже вернемся. Вот ваша мама, твоя мама, как мы договорились, у нее есть страничка в «Одноклассниках». И когда в финале чемпионата мира сборной России стал победителем, ее буквально засыпали абсолютно незнакомые, даже люди засыпали поздравлениями. Наверняка ей было очень приятно. А ты есть в социальных сетях где-то? Вконтакте, в «Одноклассниках», в «Фейсбук»? Где можно пообщаться? Да, конечно, есть. Есть и в «Фейсбуке», но там особенно я как-то не захожу. «Одноклассники», «Контакте» есть. В принципе, люди об этом знают, потому что после победы пришло колоссальное количество писем. И на «Одноклассники», и на «Контакте» как смог отвечал. Извините, что они многословно. В друзья туда просятся люди? Бывает, отказываешь или не отказываешь? Какая позиция? В принципе, я не добавляю никого. У меня есть инстаграм, где могут люди подписываться спокойно. И у меня открытая страница и смотреть. Ну и вот это всеобщая любовь болельщиков искренняя. Наверное, еще один повод стремиться к еще чему-то большему. Наверняка все-таки чемпионское звание есть. Кстати, давайте посмотрим медаль. Вот она, медаль чемпиона мира. Сергея Плотникова можно поддержать. Вот она. Это то, к чему ты шел, собственно говоря, долгие годы. Надеюсь, это не предел, потому что нужна еще такая же медаль олимпийского разлива. Как думаешь, все впереди еще? Я на это очень сильно надеюсь. Думаю, что это все-таки небольшой шаг только вперед. И все будет впереди. Наверное, как говорится, лучшее все впереди. Ну и самый главный вопрос, который сейчас волнует всех хабаровских болельщиков, комсомольских на море, ну и жителей Хабаровского края, да и дальневосточников, в принципе. Когда мы увидим Кубок чемпионов мира? Есть ли какая-то конкретика? Когда его привезут в Хабаровск? Когда можно будет с ним сфотографироваться и вообще в целом прикоснуться к истории? Ну, насколько я знаю, 15 числа он будет с утра здесь. 15 июня? Да. И точно не скажу, во сколько будет встреча, во сколько будут приходить люди. Думаю, это все равно еще оговаривается. Но я думаю, что об этом объявят и все будут знать. Спасибо большое, Сергей. Удачи на льду и в жизни. До свидания. Вам спасибо.